Ну и карбон. Карбон как раз вот это эра, знаете кого? Земноводных, конечно. То есть в целом, то, что там было очень влажно. Но тут, конечно, между земноводными и рептилиями у нас есть переходная форма. Во-первых, Сеймурия. Мы о ней уже сказали, да, сегодня. Дальше. А как же назывались распространившиеся рептилии? Как? Динозавры. Кстати, динозавры, знаете, как переводится? Ужасные ящеры. Да, но нет, здесь не они. Здесь были у нас распространённые рептилии, назывались котилозавры пока что. Динозавры этого мезозоя будут. Ну и поэтому у них ароморфозы есть. Уже не знаю, куда тут их вписывать. Я не знаю, как их словами, но могу, конечно, написать тут. Вообще у рептилии, в принципе, есть ароморфозы очень важные. Сухая кожа. Вот так напишут. Dry. Что ещё у них интересного? Вода. Где? Вот именно где. Вот так вот напишу. Это яйцо. Такое с водой. Вода в яйце. Ну это знаете, что означает? Имеются зарудыши и оболочки с водой. У них эта оболочка называется водная. Оболочка либо амниотическая. Поэтому, наконец-то, яйца на сушу откладывают. Без воды могут размаживаться. Потому что у всех других лягушек она привязана, как на цепи к воде. И яйца только в воде. Вот, наконец-то, яйцо без воды отложено. Сухая кожа. Поэтому можно бегать по суше сколько хочешь. Не засохнешь. В пустыне хоть можно жить. Ячеистые лёгкие можно добавить ещё. И внутреннее оплотворение и прямое развитие. То есть у них очень-то круто, что именно внутреннее оплотворение всегда. В теле оно идёт не наружнее. То, что у земноводных часто именно наружнее. А у рыб так вообще всегда. Ну поэтому не буду тут больше, наверное, ничего привязывать. Ну там можно ещё написать, конечно, появляется старая кора головного мозга. Более развитый головной мозг, который содержит так называемую старую кору. А кора уже была у лягушек, правда. У лягушек была древняя кора. Архипалиум. Это была похуже такая складчатость мозга. Но всё-таки у лягушек уже появляется какая-то кора. Я это сейчас не сказал, но я бы написал это в ЕГЭ. А у рыб так вообще никакой коры нет. Потому что рыбы, можно сказать, в этом плане очень упрощены. Но это не говорит ни о чём, что рыб всё равно условные рефлексы есть. Они могут реагировать на цвет пиджака вашего. Так. Это у нас карбон был. Вот что касается растений. Вот здесь они появились, папоротникообразные. Ну и, кстати говоря, в карбоне, конечно, появляются хвойные. Ёлку нарисую. Потому что, ну правда, там была переходная форма. Не сразу, потому что здесь переходная форма была между ними. Вот так вот заштрихую. Знаете, как называлось? Семенные папоротники. Как вы считаете, какие у хвойных, то есть у сосны, ели, какие ароморфозы? У них появляется пыльцевая трубка, по которой спермии двигаются без воды к яйцеклетке. Ну правильно-то говорила, что, Полина, что без воды оплодотворение. Но это как бы характеристика, но это не ароморфоз. Это характеристика результата ароморфоза. Но пыльцевая трубка появляется, и она сохраняется у цветковых. Из вегетативной клетки, помните, развивается. И всё, без воды можно прыгать туда. Ну и семя тоже. Ещё я третье называю, у них камби появляется, который обеспечит им рост ширину. Поэтому сейчас и сосны делают паркет, в общем-то. и запасы, ну, российская тайга. Представьте себе, почему так много всего выросло. Субтитры создавал DimaTorzok